Хороший рецепт окрошки летом на вес золота. Делюсь своим. Он простой и универсальный. Если интересно, продолжайте смотреть. Когда начинается стойкая жара, я делаю окрошку каждый день. И она не надоедает недели две точно. Огромный плюс в том, что готовить ее просто и у плиты особо стоять не нужно. Разве не прелесть? Список ингредиентов к рецепту будет в конце видео и в описании. Ставьте лайк, чтобы сохранить себе этот рецепт и подписывайтесь на мой канал Жизнь Вкусная. И нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых вкусных видео. У каждого любителя этого холодного супа свой любимый рецепт. Та же история, что и с борщом. Предлагаю вам попробовать и оценить мой рецепт. Мне она нравится тем, что она очень универсальная. Это может быть окрошка на квасе, окрошка на кефире, окрошка на минералке и на сыворотке. Заливку выбирайте, ориентируясь на свой вкус. Я, например, совершенно не люблю окрошку на квасе и предпочитаю готовить окрошку на кефире. Именно этот вариант я сегодня вам покажу в видео. Кроме того, мне нравится окрошка на минералке с добавлением сметаны и особую любовь я питаю к окрошке на слабом куриным бульоне. Это для меня просто вау. Кстати, напишите мне обязательно в комментариях о том, с какой заливкой окрошка вам нравится больше всего. Возьмите 500 граммов вареного копченой ветчины или мяса. У меня куриное филе. По 5 яиц, картофелин и огурцов. Легко запомнить. Также потребуется укроп и зеленый лук, соль, перец по вкусу. Для заливки я буду использовать кефир, а выберите то, что любите именно вы. По сути, приготовить окрошку это просто нарезать все ингредиенты. Начинаю с мяса. Нарежьте его кубиками. У меня размер около полутора сантиметров. Не очень маленькие и не очень крупные. И пожевать есть, что и вкус единый. Какое-то подкопченное мясо мне нравится использовать в окрошке больше всего. Оно придает яркий вкус и насыщенность. Если вы не хотите использовать его и вам нравятся более нейтральные вкусы, используйте отварное мясо. Курицу, телятину, нежирную свинину, язык. Отправьте нарезанное мясо в большую миску. Картофель и яйца необходимо отварить. Я сделала это заранее, чтобы они успели остыть к моменту приготовления. Как вы видите, у меня картофель молодой. Какой был, такой и использую. Берите такой, какой есть у вас. Когда картофель и яйца будут готовы, залейте их холодной водой и дайте остыть. Очистите картофель и нарежьте его кубиками такого же размера, как и мясо. Очистите от скорлупы яйца и нарежьте. Обычно кусочки яиц у меня получаются чуть крупнее, но я не особо заморачиваюсь. Ведь в процессе перемешивания белки отделятся от желтков и размер будет примерно однородным. Если у вас есть специальная сеточка для нарезки или насадка для кухонного комбайна для нарезки кубиком, используйте помощников. Как вам удобнее, так и делайте. Отправляйте картофель и яйца к мясу. Картофель я при этом как бы разделяю руками, ведь он крахмалистый и кусочки часто склеиваются. Аккуратно помогаю им руками. Теперь нарежьте огурцы. Они придадут окрошке свежесть, легкость и хрусткость. Если огурцы небольшие, как у меня, разрежьте их надвое, а затем поверните на 90 градусов и сделайте три продольных разреза. После просто порубите кусочками размером в сантиметр-полтора. Отправьте огурцы к остальным ингредиентам. Пришла очередь зелени. Мелко порубите ее. Мне больше всего нравится именно комбинация зеленого лука и укропа. Зеленый лук пикантный, но не слишком как репчатый, например, а укроп придает приятную свежесть. Можно также добавить петрушку, но на мой взгляд тут она раскрывается не так хорошо, как в теплых блюдах. Отправьте зелень в миску. Щедро посолите окрошку с учетом будущей заливки и поперчите. Перемешайте окрошку до однородности. Полуфабрикат готов. Его можно переложить в кастрюльку или пищевой контейнер и хранить в холодильнике, вливая заливку уже перед подачей. Если я хочу подать окрошку сразу после приготовления, когда она еще не выдержана в холодильнике, использую особый прием. О нем дальше. Для того, чтобы окрошка получилась по-настоящему освежающей, заранее отправьте в холодильник жидкость, которую вы будете ее заливать. Для максимального эффекта можно добавить в смесь для окрошки перед заправкой колотый лед. Когда вы зальете ее жидкостью, лед очень быстро разойдется, дополнительно охладив блюдо. Беру лед, который у меня всегда есть в морозильнике в летнее время. Уложите его на чистое кухонное полотенце. Если у вас вафельное, бумагу стелить не нужно. Заверните полотенце и при помощи молотка для отбивных разбейте лед до размера небольших фракций, которые будут быстро таять. Посмотрите, какие по размеру ледышки у меня. На порцию добавьте столовую ложку колотого льда, а дальше просто добавляйте заливку. Кефир, квас, минералку, сыворотку и так далее. Приятного аппетита и вкусного вам лета! Спасибо, что посмотрели. Если видео вам понравилось, ставьте палец вверх и подписывайтесь на мой канал, если вы еще не со мной. Чтобы получать уведомления о выходе новых видео, нажимайте на колокольчик. Меня зовут Галина Артеменко и это канал Жизнь Вкусная. Субтитры сделал DimaTorzok